СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА КОТОРУЮ Я ВАМ НАЧАЛ РАСКРЫВАТЬ СЛОЖНА, СТРУКТУРНО И МНОГОМЕРНО Но есть при этом одно главнейшее качество, и его основа – энергия. Этим словом все сказано, ибо проявление энергии, в зависимости от условий, может иметь самые разнообразные формы. Но суть этих проявлений одна – разум и энергия – вот то, что и определяет ноосферу или сферу разума. Невозможно определить для человека, хотя и сотворенного по воле высшего разума, причину образования сферы разума, и этого все расширяющегося божественного пространства. Я уже подсказал вам, что основой эволюции пространства является взаимодействие встречных волновых энергетических потоков. Но в этом случае пространство не есть плоская, строго геометрическая решетка. Более того, энергию невозможно заключить в рамке пространственной, пусть даже матричной структуры, ибо в сфере разума нет плоских и геометрически правильных, привычных вашему глазу конфигураций. В пространстве, выражаясь вашим языком, основу составляют нелинейные волновые процессы перераспределения энергии и постоянное видоизменение ее формы проявления. Все меняется, все находится в эволюционном развитии, и имеется огромное множество планов, в которых находит проявление энергия, но есть при этом общий или объединяющий все пространство механизм перераспределения и релаксации энергии. Когда я говорил о фракталах и кластерах, я имел в виду образование концентрации энергии, с одной стороны, и достижение условий аннигиляции, достижение нуля энергии, с другой, когда высшим ее уровнем является энергия нуля и одновременно достижение условий космического вакуума. Помните, я говорил вам о том, что выделяемая энергия при релаксации, снижении напряжений двух знаков вечности достигает максимума при обнулении энергии. В пространстве разума все взаимодействия происходят только тогда, когда выделяемая энергия достигает максимальных значений, и кристаллизация ее в кластерах есть основа единого эволюционного процесса совершенствования до уровня абсолюта. Вакуумные кластеры в данном случае играют роль переносчиков энергии, обеспечивающих, как вы говорите, перенос или перераспределение энергии между планетарными и галактическими энергетическими системами в реальном масштабе времени. Не только энергия, но и разум, как высшая форма проявленной энергии, может быть распространен в просторах космоса, формируя из кластеров причудливую форму проявленной энергии, которую вы можете наблюдать в ночном небе. Космический вакуум есть идеальная форма передачи энергии в пространстве разума. Поэтому, говоря о матричном, совсем не прямолинейном строении пространства, нужно знать, что кластеры, условно ячейки энергии, соседствуют с вакуумными кластерами, и это соседство есть идеальная конструкция, обеспечивающая эволюцию сферы разума. В этих условиях спусковым механизмом вечного двигателя пространства или сферы разума является достижение условий резонанса или гармонии колебательных вибрационных процессов энергообмена. Можно получить любую форму проявления энергии не только в плотном плане, но и в тонких мирах, но только при одном условии — при достижении резонанса, гармонии вибрационных процессов, как на микро, так и на макро уровне. Необходимо помнить одно, и это особенно относится к вам, тем, кто составит основы шестой расы, что только любовь, так долго прививаемая вам, есть гармония, есть достижение условий резонанса частот, возвышающее сознание человека и позволяющее достичь в условиях плотного плана высшей формы проявления — уровня человека-бога. Этот высочайший уровень проявленной сущности плотного плана позволяет перейти в условиях частотного резонанса, в условиях любви, на уровень высокодуховной сущности тонкого плана. В этом отношении, когда я говорю о квантовом переходе, я прежде всего заостряю ваше внимание на необходимости достижения гармонии с пространством, резонанса вибраций человека и Создателя. Достижение резонанса есть проявленная искренняя любовь к Создателю и понимание своей сопричастности процессом эволюции сферы разума. Все в этом пространстве разума является проявлением энергии, и вы тоже есть проявленная энергия плотного плана, а ваша оболочка должна находиться в гармонии, в резонансе со своим тонким планом, а значит, с уровнем духовности и, конечно, со своим уровнем накопленного разума, как органичной части сферы разума. Не удивляйтесь тому, что механизм проявления энергии един для всего в пространстве. Поэтому все то, что вы наблюдаете в окружающей вас природе, есть не застывшая форма, а однажды созданная, но постоянно меняющаяся форма проявления энергии, находящаяся в гармонии, резонансе с пространством. Мир гармоничен. Он создан на основании божественного промысла, а это значит, что мир гармонизирован внутри и находится в резонансе со сферой разума. При вашем внутреннем дисбалансе, а это значит, при отсутствии вибрационного резонанса с Создателем, вы стараетесь, просто вынуждены, обращаться к природе во всех ее проявлениях для достижения баланса вашего внутреннего искривленного пространства при контакте с природой. Дисбаланс вашего внутреннего состояния можно исправить достижением гармонии, резонанса со своим внутренним «я», обращением ко мне, как проявленной формы высшего разума, и контактом с гармонизированной флорой и фауной планеты Земля. При этом вы должны помнить о том, что вы сотворены на принципах фрактального подобия сферы разума, и поэтому все механизмы, каноны, регулирующие процесс эволюции вечности, применимы в полной мере и к вам. И что бы или кто бы вам не говорил из людей, вы должны знать, что единственным смыслом вашего пребывания в проявленном виде, плотного плана, является необходимость гармонизации своего внутреннего «я» со сферой разума, создателем и творцом. Вы есть органичная часть сферы разума, поэтому неподчинение канонам вечности, определяющим ход ее эволюции, грозит вам раскодированием, ибо отсутствие резонанса частей матрицы является нарушением единого ритма эволюции пространства и его частей. Обратите внимание на принципы фрактального подобия и механизмы энергетических кластеров, ибо в этом заложен главный секрет вечной эволюции пространства и возможность проявления энергии в любом виде, при котором обеспечивается его нейтральность. Резонанс. Подсказываю вам на будущее, что используя принцип энергетического построения матрицы и понимая роль вакуумных кластеров, вы можете обеспечить формирование, проявление любых свойств или заданных параметров, не соответствующих условиям плотного плана. Вы должны понять, что космический вакуум, не путайте с тем, что вы имеете в промышленности, есть основа развития эволюции пространства, есть основа проявления различных форм энергии, включая и человека. Не торопитесь в своих выводах, подумайте над тем, что я вам открыл, ибо я поднимаю уровень вашего сознания и постепенно открываю вам мир возможностей высшего разума, позволяя вам приблизиться к высотам шестой расы. Я прошу вас запомнить и принять информацию о том, что линейные законы вашей физики неприменимы к четырехмерному виду пространства, которое при его многомерности и гибкой форме проявления энергии стремится к целостности и нейтральности одновременно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова